Этот народ близок к исчезновению. Это правда. В современной передаче телевизионной почти даже дети уже считают, что нужно им веть на английском языке. Мне это довольно противно. Так противно, что я начал вот это говорить со сцены. Что касается истории, мало кто знает, например, как образовалась Россия. Он приземлился, так говорят на западных языках. Мы чувствуем то, чего они не могут понять умом. В русском языке есть выражение «учить уму разуму». Не уму. Ум — это компьютер. Его можно нашпиговать знаниями, но счастливым не будешь. А разум — это сердце. Разум руководит умом. Вот ум — это машина, а разум — это водитель. И этого мы лишены на сегодняшний день. Весь мир учит молодежь уму, а о разуме забыли. Умный человек придумает атомную бомбу, а разумный никогда не скажет, что он ее придумал. Потому что понимает, чем дело может закончиться. Ум опасен без разума. Опять в русском языке говорят «дьявольский умен». Ум опасен. Никогда не скажет «божественно умен». Бог — это разум. И русский язык отдает такие вот, что ли, тайны раскрывает, которые помогают человеку понять, как ему жить надо. И это есть образ завышения. Для них луна. Они всегда нападают на нас. После чего нас агрессорами называют. Когда? 22 июня. Ночью меняется. Ночь всегда похоронительствует Западу. А нам — солнце. И всегда не побеждает нас, но только до декабря. Стоит народиться солнышку 25 декабря, и если мы еще нам не кирдыть, то, ребята, они не понимают. Солнце для нас — это родина. Нет, знаете, что противно? Почему я про солнце говорю? Потому что стали солнце всячески унижать в мире. Именно в западном мире. Ну, во-первых, Люцифер. Люцифер — это вообще луч сведящий. Его назначили предводителем темных сил. Это давно все началось. Свастика — это солнечный знак. По-русски — головорот, между прочим. И доевропейское слово «свасти» — санскрит. А слово «свет» — так же, как и в русском языке. То есть это солнечный знак. Гитлер Мамба что превратил, даже тем, кто знает, это противно это слышит. А сегодня радугу гей взялись теперь. Радуга — это солнце, а не заднеприводы. Это больше. То есть солнце всячески запад уничтожать. И единственный, кто остался чувствуешь солнце, это славяне. Слово «славяне» — от слова «славить солнечных богов» и солнца. А немцы — те, кто они мели к солнечным богам. Поэтому только на славянских языках немцы называются немцем. А на других языках или Алимании, или германцы. Так произошли другие народы. Вообще слово «язык» — это означает «народ». Разделение на язык — это разделение на народы. И все это существует в русском языке. И вот я молодым... Это такое у меня вступление. Продолжая вот прообразность нашу, я могу много примеров приводить. Ну, гениально. Русские люди, они... И мы не задумывайся над этим. У нас рационарные мышцы вообще не разные. Славяне... Вот тостер. Славяне изобретут никогда. А зачем? Жаришь хлеб на сковородке. Завонял, а значит поджарился. А эти толстые, еще щипчики. У них рациональное мышление разве толще. У них такой язык рациональный. Быстрее добраться до прибыли, воевать. На нашем русском языке воевать невозможно. Потому что это очень долго. КВП, прекрасно говоря. Особенно на старославянском. А не соблаговолителем стрельно. То есть все, кем ты к тебе пока? Ты рассказал, приказ. Войму наши, когда воюют, переходят на маму. Покороче. Будут всего одно слово в разных падежах. И не все понятно. Кто в чем проведенец. И по какому маршруту ему надо. Да, у нас у них щипчики для хлеба. Вынимать, чтобы не обжечь пальцы. Многие словами сегодня наши люди покупают тостеры. Даже не знают, что здесь щипчики. Женщины пальцами в зал. Некоторые переворачивают тостеры. Мы другие. Наши предки были земледельцами. Они не воевали. Им не надо было этого ничего придумывать. У них богов войны не были. Потом Перу назначили. Потому что прикатилась война на нашу землю. И поэтому пришлось богов обозначать воинствующими делами. Да, и у нас вот это не разу. Это вот заезжаете в какую-то забегаловку западную. Там Бипи, нефтезаправка. И там вам кофе, это же русские не придумывают. В стаканчиках, крышечках, дырочках и соломинках. Ну а шею, я думаю, кофе налил, между ног поставили. На первой же холодовине все. Джинсы мокрые. Тут все синее. Ты на джинсы снимешь. Вот у нас этого нет вообще. И богцы изобрели. Ковер из ковра, выбивалка. Ковра. Это такая пылесос. И выбивалка бьет и высасывает. Да у нас вынес ковер, на ветку дубов повесил. В шандарах. Весь дом проснулся. И по ночам наши выпивают ковер. Да их высасывалка ковровая. Она и... Ну наш ковер не возьмет. Это у них бересеньки. С палочек упало. А у нас там крошки, слюни, кота. Это... Это десертерс. Это и не возьмет. Да, у нас нет этого мышления. Эпилятор. Ну кто? У нас же придумывают эпилятор. Во-первых, зачем? Спичка подождала, но мы с этой ковер не ходим. Да, спичка на две ноги. Это славяне. Исходно. И сегодня... Вот посмотрите. У нас в квартире все наше. Телевизор, холодильник. Все. Все приборы не наши. У нас даже провозки не работают в этот стол. Потому что мы самодостаточные. Поэтому плюсы в это минус, конечно. Лифт не наш. Наши надписи в минус. То есть мы, в принципе, с точки зрения рациональной, мы слабоумны по сравнению с Западом. А с точки зрения образности, мы мудрее. Да, мы чувствуем сердцем то, что они не могут считать информационно. Только русские заходят, дети, в воду, в воду, в море. О, наша девушка вышла замуж за немца. Кто-то с ней развелся. Он говорит, он не понимает, что ты говоришь. А вот вспомните, чреву, ага, хватит. Не пять раз подает, но два. Хватит четвичкам уже. И русские люди, когда-то в древности, пращуры, они были очень мудрыми. Они понимали, например, почему в зубы выпадают к старости. Почему? Чтобы жрал меньше. А он вставляет и жрет, и жрет, и болит, мечется, и жрет все время. И жрать это слово, жировать, предупреждение.